Кате очень повезло, потому что у нее получается влоги смотреть гораздо раньше, чем это делаете вы, включая на компе, пока он не вышел по расписанию. Потом тебе все равно повторно придется смотреть, понимаешь? Зачем? Потому что просмотр был, потому что тут ты из кабинета смотришь, и это все не засчитывается. А, что не хочу, да ради одного просмотра. Я просто возьму телефон, включу и уйду. Да, так тоже можно. Оставь, я кушать их буду. Да я просто хотел так, чтобы тебе не мешать заснять. Но ты обратно не принесешь. Если принесешь, то не стоит ореха. Хорошо, хорошо, ладно, показываю. Катя научилась делать безе, очень вкусное. На, подержи камеру. Как будто я училась, я первый раз сделала, и у меня получилось. Как в детстве, то есть ты его съедаешь, и внутри вот немножко такой тянучести остается. Прям очень вкусно. Как и рисочка, да, такая в конце. Блин, как вкусно. Нет, все мое. Я бы раньше снял, но как начал есть, я остановиться не могу. Что, начнем показывать нашу скучную бытовуху. Мы съездили в окей, набрали продуктов. Тут у нас всякие травы, салат-горшочки. Это у нас кинза, помидорки. Идем дальше. Сыр легкий. Сгущенка, естественно, семечки. К сожалению, премиум не было, поэтому берем обычной солью. Ой, мороженое уже все мокрое. Взяли килограмм. Коробку из кореновки для того, чтобы коктейли делать. Естественно, для коктейлей взяли бананчики, яблочки. Вот это российские. Они очень вкусные. Они хотя бы пахнут яблоками, не натертые. У них хотя бы какой-то вкус есть. И мне это очень нравится. Дальше, что у нас? Это лимоны узбекские. Офигительные, ребят. Покупайте только и... Есть рублей, блин, три лимона. Ты сейчас попробуешь их и скажешь, больше мы другие не покупаем. Я тебе отвечаю. Они прям вообще пушка страшная. Апельсинчики. Масло вкусноте его. Но убираю. Желатин. Сгуститель для сливок. Ванилин. Ну, это неинтересно. Редисочка. Мука. Два сырка я себе взял. Чего? Ну, лимонад не закручен был. Ты получил... А, это не я? Я в холодильник не кала, а лимонад. А я его продела, а он еще капает. А, ну и яйца взяли. У нас сейчас такой расход в семье. Просто капец. То есть мы вот эту упаковку, 30 штук, сейчас за 3 дня, наверное, да, съедим. Ну, давай все разберем. Помочь? Ну, можно. Интересно, я никогда не играл в Майнкрафт. Серьезно. Я только видел, как Темик это делает. Катюша тут рецепты всякие рассказывает мне. Я вообще даун, реально. Я не умею играть. Я в детке играла. Вообще, это что за обновление? Тут столько всяких приколюб появилось. Тут стекло по-другому выглядит. Тут все по-другому. Да я просто давно не играла. Что, в итоге? Ну, не знаю, куда мне это деть. У тебя вообще окон нет в думке. Смотри, классно, да? Да сейчас будут окна. Сейчас побыстренько запишу, а то у нас тут все остывает. Что хотел сказать? То, что мне очень нравится. У нас стали очень плотные завтраки. То есть я с утра теперь плотно ем. По вечерам перестал жрать. И мне это прям нравится тенденция. Ну, не знаю, желудок, что ли, лучше стал работать. Тут реально дофига. Тут яйца, салат. Еще такая туалеточка. Я хотел сказать, что я теперь каждый день в туалет хожу. Ну, и может быть, с этим связано. Все хлебушек. Он поднимается, потом поставлю. Готовится. И еще сегодня, кстати, другое. Сегодня просто банан, мороженое и сливки. И молоко. Ты так давно просил. Ну, и хотел поделиться результатом. Вот так выглядит хлебушек. Очень вкусный. Готовьте тоже дома. Потому как сами будете готовить. Уже не захотите покупать. Недавно ко мне на обзор приехал обновленный флагман компании Роборок. Модель S6 Max V. Жнеет, что пылесос этим не ограничивается. Какой же ты несчастный. Как же вы достали меня, кожаные ублюдки. Я бы вас всех посадил в багажник и увез в лес. У нас есть сегодня новые покупочки. Во-первых, взяли кондиционер. Потому что в этой квартире его не было. Это у нас Fujitsu General. Надеюсь, хороший. Но это одна коробочка. Там еще одна машина. Забрали из медведка еще наши весы. Они называются Pico. Не измеряю всякую ерунду. Типа там, сколько у тебя воды в организме. Наконец-то забрал свой пульт от Mavic. В этом машине уже два месяца лежал. Ну это ладно, ерунда. И самое главное, что мы приобрели. Давай, Катюш, закрывай дверь. Это у нас новый друг. Робот-пылесос. Я так давно мечтал, чтобы он у нас появился. Это Roborock S6V. Сейчас Катя установит приложуху. И будет разбираться. Я уже поставила. А, да? Пускай все здесь, да, пока постоят. Да, тебе, кстати, по ним тоже надо будет поставить приложение, чтобы он измерял все твои показатели. Там, типа, сколько у тебя воды в организме, сколько у тебя жира. Да, у нас есть проблема. У Кати болит спина. Сегодня буду массаж ей делать. Давай хоть коробочку, что ли, разберем. Еще пара секунд, и я с ней справлюсь. Семьи. Это веник. Это мой веник. Отличное имя. И как раз реклама. То, что там шушит. Вот эти все наши крошечки. Которые он будет убирать. Ох, ему предстоит много работы. Но он прикольный. У него есть функция пылесоса, и можно еще эту... Блажную уборку. Блажную уборку делать, да. Пушка. У него здесь есть камера, и он запоминает, фотографирует объекты какие-то на полу. Он их объезжает в следующий раз. И карту он строит. Помещение, да. И можно задавать определенные места, где убраться. То есть локально какие-то участки. Предлагаю сюда поставить. Уложнитель у нас будет в комнате, а этот сюда поставим. И мешать не будет. Ну, я, к сожалению, не знаю пока какое оно действие, но, надеюсь, качественная, крутая вещь, потому что у него было на зоне 808 отзывов и пятерочку прям поставили. Я ее долго выбирал. Я же вам еще не рассказал, то, что при покупке пылесоса нам подарили вот такую камеру. Не знаю, хорошую или нет, но будет интересно тоже ее попробовать. Ну, вот в онлайн-трейде сейчас подарки. А сам пылесос мы купили за 43 тысячи рублей. Ну, а на озоне он стоил 42 тысячи рублей. Но из-за того, что здесь камера в подарок, я считаю, что это очень выгодно получилось. Ну, все, я Катюху потерял на некоторое время. Что там? Получается все. Я, конечно, большой акцент делал на еде, но это важная часть. С досугой жизни мы сейчас будем пить квас. И есть тушеночка, которую купили в Брянске. Ни разу ее не пробовала. И сейчас будет первый запуск, так скажем. Еще хлебушек, который показывал утром. Съедем все это дело с сыром. И небольшой салатик. Ну, и, конечно же, врубим сваты. Посмотрим еще чуть-чуть. Мне только единственное бесит то, что квас теплый. Я его люблю холодненьким. Ну, ничего. Пойдем. Все, всем приятного аппетита. А Катя сейчас возьмет камеру и заснимет на реакцию. Тушеночку порекомендовала Катина бабушка, поэтому сейчас зацени. Ну-ка. Так вкусно ты ее приготовила. Вообще огонь. Я рада. Тут никакого жира нет. Обожаю такое. Я в детстве все время ковырял все эти куски мяса, чтобы жилки, жир отделять. Ты такая же была, нет? Да. Ты была, я до сих пор такая. Может, и среди зрителей такие есть. Если ты не замечал, мы, блин, в любом заведении, даже если сидим, я незаметно так всякие кусочки убираю, потому что не могу их. Очень вкусно. Прям очень. Надо покупать. Следующий раз поедем, еще мешок возьмем. Кваса и тушенки. Но это, правда, не дешево. Банк 300 рублей стоит. Это вот ты сейчас банку дай за расходу. Половина. Пол банки. Ну, то есть банки хватает на две порции. По сути, два раза приготовить. На двоих два раза. Но здесь порции немаленькие, я, скорее всего, даже не доем. Сейчас твой хлеб еще заценю. Даже говорить нечего. Собственно, и хлеб гораздо вкуснее, потому что в магазинах продается. Теперь вот этот, который, извините, что я застабил, потому что он толстовый, который мы покупали, полное дерьмо. А еще есть не будем никогда больше. Все? Да, да, все. Приятного аппетита. Спасибо. Трудится наш дружок. А что ты говоришь, он карту, да, строит? Он, по-моему, строит карту, и нужно убрать все у вас полу такое прям лишнее, чтобы он сейчас узнал, где что лежит. Может, тогда и креслицы куда-то убрать временно? Да зачем? Он должен немножко не скресать. Ну, я просто вот, смотри, условно, он же не будет потом чистить, если здесь квас стоит? Или он нормально потом, в следующий раз? Потом в следующий раз он заедет, я думаю. Нормоз, ты вообще заплос, молодецик. Я все думал, вот он будет залезать? Смотри, реально залезает. Да. Блин, классно, а? Огонь. Он тихий. Я включила самые обычные, у меня не мощно сейчас работает. Я могу сделать еще на несколько скоростей ночные. Но этот режим, знаешь, он на самом деле хорош тем, что когда у тебя уже чисто, да, в квартире, просто надо немножко прибраться, это типа очень круто, то, что не громко. Вчера показывал наш ужин, а сегодня будет завтрак. У нас яйца, тосты, как приготовил, грибочки со сливками, салатец, коктейль молочный. Господи, как же у нас сейчас красиво. Целый день сегодня разбирались и в итоге навели порядок. Пылесос сегодня прошелся, все тут помыл. Ну, осталось буквально там немножечко нам подразобрать. Вот это маме отвезем. В комнате у себя разобрались, все вещи теперь висят красиво. Кучу всего положили под диван. По поводу увлажнения. В этой квартире достаточно такая хорошая влажность, в районе 42-43%, поэтому он не сильно трудится и очень тихо работает. Давайте дальше. Здесь у нас, ну, немножечко бардак. Что-то надо выкинуть, что-то маме отдать. Ой, полы чистые. Вообще прекрасно. Ну, тут у нас полный порядок. И что мы сейчас сделаем? Биджешку. Вот так это выглядит. Буквально 2 яйца, 120 грамм сахара. Катя купила вот такие пакеты кулинарные. Сейчас сделаем формочки. Температура какая у нас у духовки? Я даже не заметил. Целый день пролетел, в лесосил, убирался, что-то мыл, везде подтирал. А по времени сейчас уже... Можно нематерное чё-то написать? Ну, что-то тут уже всё будто бы. Ну, такая некрасивая будет одна. Андрей, давайте покажу. Возьми камеру. Во-первых, надо было держать вверх, чтобы вот так вот не вылезло всё наружу. Она такая двухэтажная, да, как кули будет? Ну, хотя бы круглую её сделать. Может, она не такая красивая, но... Сейчас мы поедем на шопинг, Катя красится, и я хочу вам рассказать про робот-пылесос, который мы купили, потому что прошло пару дней, и я готов дать обратную связь. Если кратко, то это просто великая вещь. Если бы я знал раньше, что он такой крутой, конечно, приобрёл бы его гораздо раньше. Он очень деликатно убирает пол, не оставляет мокрых следов. Ну, я сейчас про влажную уборку. И в целом очень качественно проходит между всякими стульями и прочими вот этими штуками. Пол у нас сейчас скрипит. И очень чистый. Плюс ещё, ну, может быть, со временем поставим его в режим автоматизации, чтобы он убирался каждые три дня. Будет возможность, посмотрите, если есть деньги, купите. Возможно, модели подешевле делают это гораздо хуже, потому что я сразу замахнулся на какую-то очень качественную вещь и читал много отзывов. Вот меня он полностью устраивает. Очень нравится. Голодный ребёнок. Да ешь, ешь. Мы же выходим из дома. Нет, я без эшки сначала съем. Закрываем машинку и идём в Шкоду. Давайте присаживаемся, дамы и господа. Ключик, мам, пожалуйста. Всё. Так, радио выключаем. Тёплышко. 23 градуса. Ты сзади себе папогрейку будешь срубать? Да, что удивительно, да? Здесь есть папогрейка на оба сиденья, а у вас нет. Ну что, вкусно? До дома, наверное, не довезу. Если что, там попьём где-нибудь, да? У нас есть вода. Там в машине можем перебросить. Кстати, одну, может, бутылку возьмём? Возьмём, пожалуйста. У нас был уже такой кадр. Не, очень приколдесная куртка. Ты посмотри только себе. Крунтеску или цех. Это XS-ка. Это XS-ка, да. Ой, классно. Ну, подожди, не уходи далеко. Блин, а нет ли XXS? Вряд ли. Это самая маленькая. Но она большая. Ну не, у неё просто формат такой, то, что она дутенькая. А форсиков вообще нет в Москве. Это всё. Сейчас мои белые раритетные, блин, станут. Ну что, девчонки, налетай. Сейчас коктейли ещё принесу. Вот это нравится. Ну-ка, ещё раз. Да, тебе идёт. Ещё есть вот такой цвет. Ну-ка, приложи просто сверху. Блин, ну она огромная. Я когда тебя увидел, что-то не то. Мой любимый. Давай, сделай. Вообще, налетая, если куда-то ехать, вообще офигенно. Только они огромные. Вот, моего размера, если такие. Классно. Так надо спросить. Ой, мне нравится. Классная, кстати. Нет, я её хочу. Это мне нужно. Я что, девочка, что ли? Мне не нравится. Мне красиво. Ну, синий, что-то так себе. Ну, подальше чуть-чуть. Я в пудыке хоть не знаю. Какой-то ночной ушки. Ну, кстати, она мне нравится. Единственное, там, конечно, просвечивается немножко. Бобка. Трусишка надо другие. Ну, дежевая. Ну, да. Нежнее. Если бы она была чёрная, я бы привыкла. А так, я не знаю. С кожухой вообще отличная. Не, ну, понятно, с чёрными кроссовками. Хотя, вот сейчас кожуху наделаю, но... Ну, носки только надо, конечно, не одетать. Какая ты красотка у нас. Я понимаю, что оно вроде как без ремня идёт, но мне кажется, так лучше. Вот так лучше. А как без него, как будто мешок. Хотя, может, я чё-то не понимаю. Я понимаю, что это за платье, что за фасон такой. Такое он девушки носит, но мне такой не идёт. Мне вот так только если. Ну, чё-то не то. А у меня же есть там. У вас другая теплая. А, другая теплая? Да. То можете выпустить. Они всё. Я думаю, я думаю... Надзором Екатерина, но всё равно я сделал свой первый хлеб. Кругленький, красивенький. Сейчас мы дождёмся и поедем с тобой штаниши мне покупать, потому что вчера не успели. Покажись, вверх чуть поднимись. Вот такую штучку мы купили. Тебе очень идёт. Спасибо. И ещё одну штукенцию. Сейчас дождём, покажем. Ну-ка, давай, Екатерина. Ну, это у нас рубашка такая утеплённая. Я померю. Не-не-не, я без проблем. Я думал показать с вешалки, если тебе не хочется. Вот такая розовенького цвета. Он тоже очень красивый тебе идёт. Блондиночки мои красивые. Всё, мы сейчас уходим. Хлебушек доготавливается. Вот такая красота получилась. Я доволен. Не-не-не. Не-не-не. Сам сделал хлеб. Но я всё равно не ожидал, что при выходе из дома буду включать машину удалённую. Да, светит солнышко, но всего 12 градусов. Это пипец. Опять говорим о погоде. Машина показывает 16. Она просто на солнышке стоит. Она чёрная, нагрелась. По факту холодно. Уже даже не знаю вообще, когда лето наступит. Писал об этом в телеграм-канале своём. Блин, меня это просто уже достало. Я только помню холодное лето, когда приехал из Тайвана. Когда я в куртки ходил. По поводу вчерашнего шопинга, Кате, мы купили барашка. Она стоила 5-700, то есть не ошибаюсь, да? А найковскую. Я пришёл к Кате в примерочную. Она говорит, знаешь, сколько это стоит? Поковыряли сценики и нашли его. 31 тысяча рублей практически. Ну нафиг. Просто ради стилька. Она ещё такая оверсайзная была. Там снизу будет поддувать. Не стали брать. Это прям очень дорого. Я не знаю, в какой момент. Да, плюс я от неё была не в восторге. Я ещё думала, брать, не брать. Не знаю, как-то не особо нравится. Потом я смотрю на цену, 31 тысяча, думаю, нет, точно не надо. Но смысл платить такие деньги за вещи, которые мне не нравятся. Тем более это не пухан какой-нибудь. У меня Томми, блин, дешевле стоил. Убрать? Да. Сейчас ещё застегнусь и посмотрю, как будет. Вроде тёпленькая. Мне нравится. Единственное, конечно, толстовка. Да, да, да. Ну, понятно, что не подойдёт толстовка. Ну, давай. Пять кассов. Кручат. Главное, что танцы сейчас летят. Классно. Довольны? Да. Сегодня я весь лук танцую. Угу. Тут такая музыка просто. Такой вайп жёсткий, да? Угу. Ну чё, как тебе тут? Ну... Не очень? Ну, намного лучше, чем те, которые ты предыдущий мерил. Плащёвки. Не, плащёвки-то понятно. Трусишки не пали мои. Да, они с лягушечками, дай покажу. Ну, покажи. Так, чё я хотела сказать? А, какой ты это, свинота. А, чё я? Примерочный, всё на пол кидаю. По размеру вроде нормально, да? Да. По размеру. Сейчас денег даю. Надо? Думай. Я вот не понимаю, они сильно отличаются по цвету от тех, которые ты хочешь заменить? По-моему, они просто не сильно чёрные. Или чёрные? Хорошо носки не дырявые, да? Да-да-да. У тебя нет дырявых. Не гони. Вот эта штука под музыку сейчас скачалась. Что за ма вообще она в транс вводит? Давай быстрее решай. Мил, 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 мил. Мил, мил, мил. Хотел джоггеры себе найти. Вот такого же цвета, как танцаток. Как чёрный. А они всё равно какой-то вот сиротой отдают. У тебя есть секунд 15, и у меня рука будет окоченевая. Да, ну, давайте. Они всё равно немножко не то. Жизнь-боль. За что тебе такая участь, я вот не понимаю. Люди в шоке, Андрюша. Шнарки завяжи, танцор. Не буду больше. Слишком музыкально. В смысле? Да мне это нравится. Дай лапа. Хватит высунуть. Давайте седые волосики поищем. А они тут есть, я вам говорю. Честно, они там есть, я видела. Но на бороде точно есть. И на брови. Вот, один седой волосок. Ого. Такие дела. Старикашка. Снимаешь? Да. Вот такие возьму. 2000 рублей. Ну всё, убирай, например, в труханах. Убирай. Там же лягушечки. Магазины стали открываться. Кроп сегодняшнего дня, хаос и так далее. Позиция по поводу одежды. Смотрите, я говорю, что дешёвские вещи, как правило, херовые. Но это относится к майкам. Всякие штаны, шорты я вообще не вижу проблем, чтобы покупать в недорогих магазинах. Какая разница, они всё равно засрутся и скатаются точно так же. У меня и дорогие шорты были, которые, знаете, после, там, не знаю, 10 поездок на тачке становятся все такие бархатистые в катушках. Вот футболки, да. Как правило, дорогие хорошо служат. Вот мне нравится по качеству. Кирвин Кляйн, хос, это дорогой H&M. И DC, очень крепкие футболки. Массимо, хрень. Зара, полное говнище. Ну, всякие дорогие, там, балинсяги и прочие штуки я никогда себе не покупаю. Могу позволить, но нахрен они мне нужны. Не вижу смысла. Конечно, я сейчас никого не удивлю, но всё равно очень удобно. Вот сейчас мы едем домой, включили веню и он уберётся. Приедем, будет чисто. Ну и мы стоим в пробке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова